Люди, которые чтут своего Бога, говорится о личных отношениях с Богом, люди, которые будут знать своего Бога, они усилятся, они соединятся и будут действовать. Субтитры создавал DimaTorzok В той или иной сфере, что необходимо делать или как правильно поступать. Начался Новый год. Я советую многим людям, прежде чем принимать какие-то решения, прежде чем ставить какие-то цели. Почему? Потому что в основном наши цели, наши приоритеты, они с перспективы земли, они с позиции земных приоритетов. Зачастую наши молитвы, они от обстоятельств, в которых мы находимся или от состояния, в котором мы находимся, определенные эмоциональные вещи, которые мы переживаем. Отсюда вытекают наши молитвы. Эти молитвы не в контексте воли Божьей. Они зачастую от земных приоритетов. Мы пытаемся Богу рассказать, как плохо, как сложно, как тяжело. Но я хочу подчеркнуть сегодня некую другую грань. Когда мы пребываем в присутствии Бога. Вот когда мы просто находимся с Богом. Это почва. Это почва, где рождается видение. Это почва, где зарождается откровение. Это почва, где мы начинаем смотреть совершенно с другой позиции. Если ты просто живешь по плоти, ты пропитан мирской системой. Вся мирская система, она пропитана похотью. Библия говорит, все, что в мире, это похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. Чем больше ты пропитан этой мирской системой, тем сильнее человек стоит эгоистическим. Он смотрит на себя, он смотрит на обстоятельства, он смотрит на видимую сторону. Когда мы находимся в присутствии Бога, тогда мы входим в размеры вечности, мы входим в перспективу вечности. У нас меняются приоритеты, у нас меняются взгляды, у нас меняются ценности. Только там, в присутствии Бога, я скажу, нигде человек не меняется. Человек изменяется только в присутствии Бога. Только в присутствии Бога изменяется мышление, изменяются внутренние вещи, которые трудно объяснить. Когда мы находимся в присутствии Бога, Бог дает понимание, помазание, которое в нас, оно научает нас. Всему Библия говорит, всему. Не речь только о служении, речь о жизни твоей. Помазание, оно учит нас в каждой сфере. И я верю, что когда мы отделяем время и просто пребываем в присутствии Бога, Бог дает нам сверхъестественное знание. И таким образом мы спасаемся. Спасаемся, я сейчас не говорю, от грехов наших. Нам нужно спасение сегодня во многих сферах. И об этом говорит Библия. Смотрите. Исайя 30 глава 15 сих написано такие слова. Ибо так говорит Господь Бог святый Израилю. Оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы в тишине и в уповании крепость ваша, но вы не захотели. И говорили, нет, мы на конях убежим, зато и побежите. Мы на быстрых ускачем, зато и преследующие вас будут быстро. Сегодня масса преследующих нас. Все это забирает наше время, внимание. И мы просто летим в скорости, сумасшедшей скорости вот этой системы мира. Дорогие, я верю, что люди будут выигрывать только те, когда мы говорим за христианскую жизнь, которая будет проводить время в присутствии Бога. Я сейчас не говорю о молитвах прошения, я не говорю сейчас, когда мы просим о чем-то, мы молим Бога или просто молимся о Отче наше. Я сейчас говорю, когда мы отделяем время, чтобы просто быть в его присутствии. Интересная мысль, которую я поставлю, чем я хочу окончить короткие эти мысли свои. Дело в том, что псалмопевец говорит, я едва ли не позавидовал нечестивому. Почему? Потому что обращал внимание на то, что было вокруг него. Я едва ли не позавидовал нечестивому. Когда ты не пребываешь в присутствии Бога, ты будешь заглядывать везде по сторонам. Ты будешь смотреть на людей, ты будешь внимателен ко всем вещам, которые будут происходить вокруг тебя. Ты или будешь в страхе, ты или будешь завидовать, ты или будешь в обидах, ты будешь или в недовольстве, ты будешь в осуждениях, ты будешь критиковать и все-все-все, далее и тому подобное. То есть, когда ты не находишься в присутствии Бога и не проводишь время с Богом, ты будешь захвачен всем этим видимым. И псалмопевец говорит, что я едва ли не позавидовал нечестивому. Он смотрел с перспективы земли на то, что окружало его. И там есть такая мысль, доколе не вошел во святилище. Это уникальнейший момент. Доколе не вошел во святилище и не увидел конец, и не увидел то, чем все закончится. Только когда мы находимся в присутствии Бога, мы входим в размеры вечности, в категорию вечности. И мы тогда способны смотреть с другой перспективы. Таким образом, когда мы находимся в присутствии Бога, и мы смотрим на видимые вещи с другой перспективы, с перспективы вечности, мы расставляем правильно приоритеты, мы расставляем правильно ценности в нашей жизни. Мы начинаем смотреть и жить не только сегодняшним днем, мы смотрим намного дальше, глубже и шире, даже чем то, что мы видим вокруг себя. Дорогие, прежде чем принимать какие-то решения, прежде чем ставить какие-то цели, находите время, чтобы быть в присутствии Бога. Там мы изменяемся, там меняются наши ценности, там изменяются наши приоритеты, там приходит наше успокоение, там приходит наше спасение. Я буду еще много говорить о гранях, что вытекает от присутствия Бога и какую ценность это имеет в нашей личной жизни. И те люди, которые вкусили это, они будут бороться больше всего не за видимые вещи, а за присутствие Бога в личной жизни. Это самое ценное, что только может быть в нашей жизни. Пророк Авакум сказал такие слова, я встал на стражу и стоя на башне наблюдал, что скажет он во мне. Когда ты находишься в присутствии Бога, там не важно, сколько ты скажешь ему, потому что зачастую наши молитвы, это выговорится ему. Когда ты находишься в присутствии Бога, это почва, это сфера, где ты можешь услышать его голос. Когда я нахожусь в присутствии Бога, там не идет речь, сколько я выговорю Господу. Я нахожусь в присутствии, чтобы слышать его голос, потому что то, что он скажет мне, вот там ценность, вот там успех, вот там победа, вот там спасение. Поэтому я благословляю всех вас и ободряю вас, чтобы вы находили время быть в его присутствии. Каждый день отделяйте время, чтобы просто быть с ним, чтобы просто быть с ним. Прежде чем проповедовать, прежде чем служить, прежде чем куда-то ехать, прежде чем принимать какие-то решения, просто проводите время с Богом. Оставайтесь в покое, в тишине и в уповании. Сила ваша. Мы верим, что вы получили благословение от нашей передачи. Более подробную информацию о ресурсах и о том, как вы можете поддержать это служение, вы можете получить, посетив наш сайт www.ffministry.com. Ваши щедрые поддерживания помогут нам продолжать вещать эти передачи в вашем регионе. И помните, Бог очень сильно любит вас. Служение Flame of Fire верит, что ваши десятины принадлежат по местной церкви, а ваши пожертвования помогают нам распространять Евангелие Царства во многие страны. Спасибо, что смотрели передачу с Андреем Шаповал. Мы молимся о вас, чтобы Божья благодать умножалась в вашей жизни, чтобы Божье благоволение сопровождало все ваши пути, и его мир царствовал в вашем сердце. Субтитры создавал DimaTorzok